Что лучшее? Жизнь в цирке или цирк в жизни? Кажется, в этой истории ответ очевиден. Эта площадь в самом центре Саратова на набережной могла бы давно стать местом притяжения для горожан и туристов, но по неведомым причинам вот уже много лет является предметом своеобразной эквилибристики между городской администрацией и собственниками этого участка земли. А тут еще и цирк приехал с шатром, джигитами и прочими атрибутами, которые, увы, не стали украшением этой части города с историческим ансамблем музейной площади. Летом этого года губернатор Валерий Радаев предложил создать здесь сквер Петра I в честь 300-летия приезда императора в Саратов. Идею главы региона поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Я знаю, что эти вопросы сегодня находятся на контроле губернатора мэра города. Это, насколько мне известно, в планах у Михаила Александровича вернуть вот этот участок рядом с гостиницей «Словакия». А вот что там будет в будущем? Обсуждайте. Однако выкупить участок у собственников городские власти особо не торопятся. В мэрии вопрос курирует замглавы Антон Корнеев. Чиновник отказался от общения с прессой. Да и о чем говорить? Результатов переговоров с собственниками участка не видно. Напомним, что земля принадлежит компании «Фемида Саратов», и владельцы давно готовы передать ее в муниципальную или государственную собственность путем выкупа элемены. Встречи и заседания, переговоры и обсуждения рассказала нам по телефону представитель компании Наталья Шипотько длятся годами. К сожалению, не администрация нас вызывает. А опять же, компания просит назначить совещание, просит проработать вопросы, просит какой-то информации, как развивается у нас мероприятие. Компания понимает и принимает существующие сложности в реализации вариантов обмена или выкупа. Но как бы вот хочется двустороннего диалога, но получается монолог. После таких монологов в исполнении мэрии продолжила Наталья Шипотько и вовсе наступает затишье. Тем временем жизнь на площади в историческом центре города, как правило, продолжается. Несколько месяцев назад здесь развернулась ярмарка, предлагающая всем желающим нехитрый товар из Белоруссии и китайский шарпотреб. Кстати, летом наблюдалось некоторое оживление в решении проблемы. Была создана дорожная карта, и по заказу муниципальной власти землю оценили в 178 миллионов рублей. Однако дальше чиновники вновь нажали на тормоз. Пауза затянулась до зимы. В течение недели мы получили два предложения. К выкупу 9 декабря и 17 декабря. Нет, давайте вернемся к мене. Мы уже не понимаем, что происходит. И опять же, получается, все мяч на стороне администрации. То есть только они могут решить этот вопрос. Поскольку наш участок к обмену готов. Он не обременен правами третьих лиц. Он, так скажем, чистый для обмена. А вот все земельные участки, которые предложены администрацией, они правами третьих лиц обременены. Они не могут никак решить этот вопрос. Освободить их от этих обременений. И передать нам поменяться собственность в собственность. Речь идет об обмене на земельные участки в заводском районе. Так, к примеру, дом на Барнаульской 16, признанный аварийным еще в 2015-м, должны были расселить до конца 2017-го года. Однако жилье для собственников шести квартир так и не нашлось. Жонглировать своими решениями городская администрация продолжает до сих пор. Оценив земельный участок в 178 миллионов рублей, чиновники и бизнесмены обсудили эту цену и практически ударили по рукам. Но! Сегодня вдруг оказалось, что понимание проблемы есть, а денег на ее решение в городской казне нет. Мы на сегодняшний день работаем с ними по вопросу мены земельных участков. Мы находимся сейчас в стадии переговоров. Да мы бы выкупили, если бы цена была разумная. 170 миллионов? Ну, 170, да. Ну, вы как считаете, выкупить земельный участок за 170 миллионов рублей? Это цена непонятная, необъяснимая. Ну, для муниципалитета. На какой стадии решения проблемы сегодня? Очередные переговоры, судя по всему, ведут в очередной тупик. Одно можно сказать точно. 28 декабря в Шапито начнутся гастроли. Зрителям областного центра обещают увлекательное новогоднее представление. А что станет с землей, когда уедет цирк? Об этом чиновники по-прежнему умалчивают.